Дорогие друзья, на сегодня у нас встреча, интервью с общественным деятелем, представителем московского коммунистического землячества Савру Дагину. Савру, здравствуй. Здравствуй. Савру, вот сразу переходим к такому вопросу, поскольку ты неоднократно, очень остро, очень, можно сказать, грубо, в некоторой форме даже грубо, ты критикуешь действующую власть, шаги действующей власти. Мне бы хотелось бы услышать, узнать, и чтобы ты рассказал нашим подписчикам, почему и на каком основании ты это делаешь, была ли какая-то подоплека для этого. Хотелось бы это узнать. Ну, я бы не сказал, что грубо, я скажу, что жестко просто, я стараюсь называть вещи своими именами, да, и в принципе я не вижу там того, чтобы это было, там, излишним выбором, ну, может быть, эмоционально, да, просто есть ситуация, которая складывается в республике, и те персонажи, за которых она сложилась, ну, по-другому это не назовешь иногда. Надеюсь, многие со мной согласятся. Да, есть люди с обратной точки зрения, но всеми мил не будешь, поэтому я не считаю, что это грубо, как бы, подоплеки никакой такой особо нету, это единственное, что я всегда достаточно открыто, откровенно высказывал свою точку зрения, никогда особо там не прятался. Это уже достаточно давно, то есть я не вчера начал это делать, и не только там в связи, там, с какими-то изменениями политическими. Я высказывал свою точку зрения и по отношению к предыдущим руководителям, и к кадровой политике, экономической политике. То есть моя точка зрения, она вообще целом вообще есть. Не, об этом я знаю, я знаю о том, что ты даже, вот, конфликт, даже ты один из первых возмутился по должности, да, по следствию, да, у нас ранее человек занимал. Я знаю, что ты, вот именно Московская диаспора, и там организовал очень, очень хорошую деятельность, бурную, плодотворную деятельность, да, самое главное, то, что убрать того человека и поставить ченниза Николаевича Беликова, да, ну, раз, раз уж мы о нем заговорили, да. Вот мне известно, да, что вы, что он, ченниз Николаевич, был вот в той общественной организации, которую ты возглавлял, да, вы друзья, вот, кстати, вы друзья для всего общаетесь? Да, мы с Дубуром хорошо знакомы, уважаем друг друга, я его уважаю за ту деятельность, которая нас связывала по карманскому землячеству. Ну, просто в данный момент какая ситуация сложилась, у каждого свой выбор, он член команды главы, это его выбор, я его уважаю. Ну, у меня другая точка зрения, я ее неоднократно озвучил. Ну, просто бывает такая жизнь, у нас республика маленькая, и бывает, что есть личные отношения, а есть политические взгляды. Не всегда это одно и то же, но так как мы все калмыки, то надо постараться не мешать личное с политикой. Поэтому, не знаю, как это все получится, но наше личное отношение не пересекается, хотя политические взгляды очень сильно диаметрально противоположны. Вот такая ситуация. То, что касалось деятельности землячества, ну, у нас как таковой там не было штатной численности, либо еще... Было и юридическое лицо, была общественная организация, от лица которой мы выступали, я выступал, от лица которой проводились мероприятия. Она как официальное лицо представляла интересы калмыцкого землячества, да. Мы неоднократно в статусе официального лица использовали эту организацию для отстаивания интересов землячества, да. Ну, все, наверное, небезызвестны факты, когда мы реагировали на ряд оскорбительных высказаний по федеральным телеканалам, которые звучали в отношении представителей нашего народа, да, когда публично на всю страну, там, на многомиллионную аудиторию, там, не раз высказывались там негативно. Поэтому, да, я так буду этому связывать. Что касалось позиции моей и позиции актива землячества по отношению, там, кадровой политики предыдущего главы, который назначал на представительную должность постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте лиц, которые никак не были связаны ни с Республикой, ни с нашим обществом, не знали вообще ни истории народа, ни проблем. Я возмутился изначально, исходя из личных позиций. Почему? Меня возмутило, что такие кадры, как вот Шамиль Ильясович, Шамиль Сионович Ильясов, да, Аминула Гамзатов, да, которые занимали должность постоянных представителей Республики Калмыкия. И это даже не смешно, да, я лично это воспринял как оскорбление. Я объясню, почему я это открыто высказал сразу. И почему я воспринял это как оскорбление? Ну, эти люди, да, я с ними лично общался и... Расскажу вам такой короткий, но яркий опыт. Я пришел сам, напросился на прием к Шамиле Сионовичу Ильясову, это был постоянный представитель. Да, попросился, позвонил, согласился мне принять. Ну, у нас разговор сразу не сложился, потому что разговор у нас начался с вопроса вообще, кто ты такой вообще по жизни. Ну, я понимаю, когда тебе в подворотне задают там люди, которые на корточках сидят, но когда тебе официальное должностное лицо задает такой вопрос, кто ты такой, ну, я им соответственно и ответил, да. То есть это беда, это беда была этих персонажей, что они не знали представителей общественности, они не знали представителей республики, да, которые к ним приходят и приходили. Потому что они были, ну, им было глубоко все равно, ну, они далеко были от проблем как республики, так и нашего землячества. Ну, все это кончилось тем, что, понимаете, представительство, да, постоянное представительство, это наш официальный орган на чужбине, ну, к примеру, на чужой земле, который в первую очередь должен был взаимодействовать с земляками. В Москве самая большая диаспора, ну, мое мнение, что больше, чем в Москве, Холлингут, ну, нигде нет, ну, в Питере еще, ну, в Москве самая, там десятки тысяч, и люди разных поколений, да, и я вот не раз и в главе, и в будущем говорю, что он допускает очень большую ошибку в том плане, что он упускает выпускает возможность правильно выстраивания взаимодействия с диаспором. Ну, мы пытались не раз там взаимодействовать с прежними там постоянными представителями, да, я там через свои личные связи как-то, но у нас, не то, что у меня, у всех, ни у кого не получалось, представительство было закрыто, да, то есть, а нам необходима иногда была официальная помощь, да, то есть нам нужно было, чтобы нашу деятельность, наши мероприятия, наши действия поддерживали на официальном уровне. Ну, исходя из этого, у нас возникла идея уже там выстроить какое-то взаимодействие землячество с представительством, землячество с представительством, и мы уже и создали на основании этого, в тринадцатом году появилась после встречи с главой Орловым, появилась идея создать официальную общественную организацию для того, чтобы это было все выстроено официально. У нас было там помещение, юридический адрес по адресу представительства, и поначалу мы начали устраивать, да, несмотря на первое знакомство моё с Ильясовым такое. Потом получалось так, что я в результате наших встреч неоднократных я пытался перевести на конструктив, да, то есть я пытался жесткой, может быть, жесткой форме где-то, да, но не просто там слова, а давайте там что-то вместе делать, а конкретно что делать, какие сроки, какая нам нужна помощь, в том числе и финансовая, да. Ну, кроме каких-то слов общих, там, о поддержке понимания не было, ну, меня это не устраивало, поэтому я периодически настаивал, требовал, что мне нравилось. Потом была ситуация у нас, когда они создали фонд, благотворительный фонд, забыл, как он называется, инициатором создания фонда был господин Ильясов. Да, идея была у них, конечно, благая, это вернуть утерянные буддийские реликвии, но когда они пригласили меня поучаствовать в пропечистском совете, у меня возникли вопросы, просто я в своё время по работе занимался юридической практикой, да, у меня возникли ряд вопросов, да, кто основной бенефициар получатель денежных средств, собираемых на выкупах, почему озвученная сумма 5 миллионов долларов была, да, каким документом, актом оценки, где и про устанавливающие документы, да, то есть ряд вопросов, которые бы подтверждали законность всей этой деятельности этого фонда. На один вопрос нам не были даны ответы, поэтому я деятельность фонда открыто раскритикал, в открытом письме, достаточно жёстко, и, в принципе, добивался того, чтобы фонд прекратил своё существование и перестал обманывать наших земляков, потому что эти ценности, якобы, которые находились там у непонятных людей, непонятных бенефициаров, да, они непонятно, как у них оказались. Я не думаю, что наши предки, да, которые их утратили, да, они их отдали сами. Ну, просто так. Да, эти ценности были утрачены в результате там репрессий, в результате ссылки, в результате войны, в результате геноцида, то есть это ценности на костях, на крови наших предков, да, и я посчитал, что помогать в собирании денег, чтобы вернуть, чтобы вернуть то, что было утрачено такой ценой, это, это по калмыцкой термице, да, это кощуйся. Ну, и поэтому я сделал всё, чтобы деятельность этого фонда в Калмыкии. У меня ещё, наверное, есть другие мотивы, да, как говорится. Ну, это только одна часть того, которая характеризует деятельность вот этих людей, которые были далеки. Они преследуют лично свои корыстные интересы. То есть, там, я не знаю, я считал, что у нас считаются каких-то неполноценных людей, что нам пытаются вот такие кощунственные вещи, там, в нашем обществе, поэтому мы им показывали, доказывали, что нельзя так обещаться. Ну, да, правильно, я с тобой согласен полностью здесь. А вот ты говоришь, что ты вот на протяжении уже длительного времени, то есть, прежнее руководство, ты рекомендовал, да? Ну, и нынешнее руководство, ты рекомендовал, да? Реально, что же вот так. Чем связывается прежнее и нынешнее руководство? Почему? Может быть, ты просто вечно недовольный? Ну, я объясню свою позицию, да. Я тебе встречный вопрос задам, снимал, а ты видишь, что у нас в республике ситуация резко как-то стала лучше? Не вижу, конечно, я с тобой согласен, я не вижу. То есть, ты не считаешь, что... Приемственная власть, она продолжается, то есть, передача. Ну, ты не считаешь, что моя критика, она не обоснованная. Я считаю, что она обоснованная, я просто хочу, чтобы люди услышали. Ну, я объясню, я объясню вообще. Может быть, действительно ты вот, все говорят, а что там дакинул, там опять орёт, ну, вечно недовольный, так-так-так-так-так, сейчас орёт. Это не только про тебя говорят, да, про других людей, нам говорят, откуда вы, где вы раньше были, вот так вот. Ты раньше был, может, ты вечно недовольный, вот так. Я скажу так, я не скажу, что там я вечно недовольный. Я же ещё раз повторяю, я в силу своих жизненных позиций, в силу того, какие у меня учителя были, я люблю вещи называть своими именами, я люблю суть. Я свою точку зрения выскажу, вкратце постараюсь. Последние 27 лет, то, что творится в нашей республике, и то, к чему мы пришли, это катастрофа, да. Это социально-экономическая катастрофа, это массовый оттоп населения, это вымирание, деградация наших сел. У нас основная масса населения жила в селах, в селах сейчас просто невозможно жить. Просто созданы такие условия невыносимые, что, я не знаю, там надо обладать большим мужеством и твёрдостью, смелостью для того, чтобы выживать в таких условиях. Я понимаю это везде по России, но мы не вся Россия, мы маленький народ. Нашу республику фактически, да, за вот эти неполных 30 лет превратили в какую-то индейскую резервуацию. И во многом, во многом это благодаря, не то, что там благодаря, это результат неэффективной деятельности, да, я даже больше скажу преступной деятельности двух прежних глав, да. То есть под разговоры всякие, там, по развитию, там, по инвестициях, там, о каком-то там, я не знаю, движении вперёд, да. Да, основной нашей массе населения подвешивали какую-то некую морковку, да, и 30 лет ездили по ушам. Основная масса нашего населения, да, она занята выживанием. Люди каждый день думают, да, как заработать деньги, там, как прокормить свою семью, своих детей, да. Делать кредиты. Да, отдать кредиты. И, конечно, им, по большому счёту, не до политики, не до этих разговоров. Люди заняты выживанием. Почему у нас, мы столкнулись с таким явлением, как массовая эмиграция? Потому что нет нормальных возможностей для достойной жизни дома, да. Я сам 14 лет фактически прожил за пределами. Ну, я до сих пор, да, не прижился там. Ну, как не прижился? Я не чувствую, что там, нет, мой дом близкий. Мой дом здесь. Я при первой возможности всегда сюда приезжаю. Я стараюсь как-то помочь своим близким, своим друзьям, своим родным, да, используя те возможности, которые, допустим, появились сейчас. Но, в целом, та ситуация, которая в республике сложилась и складывается, и она меня, конечно, не то, что она расстраивает. Я просто как профессионал уже сейчас вижу, что мы упускаем. Самое главное, что мы теряем это время. Время его не вернуть. За это время, за которое можно было бы изменить ситуацию, да, начать развивать. Мы теряем людей, мы теряем своих земляков, которые уезжают, которые там деградируются, спиваются, там, умирают. Это там десятки тысяч. То есть, на твой взгляд, самое главное опасность социального – это отток населения? Самое главное сейчас риск, который угрожает нашему народу – это массовая миграция. Массовая миграция. Массовая миграция, она ведет к чему? Там ряд негативных последствий, которые потом тяжело. Основная масса населения, которое уезжает, да, это десятки тысяч человек, прожив уже по 10 и более лет, им тяжело уже вернуться будут в республику и как-то здесь адаптироваться снова. Если здесь нет нормальных условий для тех, кто здесь остался. То есть, они не вернутся. Большинство уже не вернется, особенно молодежь. Это уже, как бы, да, они будут приезжать, но ихние дети, они уже не смогут здесь жить. Они уже привыкнут к большим городам, к другим странам. То есть, у них ментальность будет другая, да? Почему я еще занялся… У них там рассеянцы. Они не будут одновременны. То есть, когда ты живешь на чужбине, ты не окружен… Вот мы росли все в Калмыкии, росли в окружении там… Ну, нашей калмыцкой среды, в нашем калмыцком менталитике. Да, и джиавы, вся родня, все рядом, да, все друзья. Несмотря там даже на то, что там мы здесь и перемешаны, и много обалдыренных, но все равно это наш калмыцкий менталитет. А когда мы живем на чужбине, мы живем в другой среде, в другой ментальной среде. Я не хочу сказать… Да, мы все россияне, мы все граждане одного государства, да? Мы утрачиваем менталитет, да? Почему для нас это опасно? Вот для нас, Калмыков, да? Вот основным признаком идентификации был язык. Язык – это не только там… Язык – это менталитет и культура. Это то, что нас делало теми, кем мы являемся, калмыками, да? Вот получилось так, что мое поколение, это поколение… Мы дети, тех детей, которые родились в Сибири, мои родители родились в Сибири, да? В силу там обстоятельств, они уже утратили язык. То есть, основная масса населения уже не говорила по-калмыцки. Поэтому мы, когда пошли… Я до пяти лет, когда живу в Ау-Ези, я прекрасно говорю по-калмыцки. У меня была даже… Пришла сестра Амы-Ези, она сказала, как бы, в школу отведите, он по-русски одно слово не знает. Ты даже думал по-калмыцки. Я думал по-калмыцки, у меня было пять лет. Отдали в детский сад, где я там за полтора года разучился говорить. Ну и потом школа была, конечно, и в школе… Ну да, вернемся. Аток населения ведет к тому, что мы теряем свой менталитет. Аток населения – это ассимиляция, это растворение, это утеря ментальности. И основная масса населения, ну, те, кто уехал, да, их не едите, они в чужой среде будут расти, они жениться. То есть, по сути, они уже будут не калмыкины. Ну, это растворение, да. Мы растворимся там, но наши… Теряем гены. Теряем гены, и, как правило, уезжают же самые активные. Самые активные. Самые смелые. Самые… не скажу, что самые смелые. Ну, те люди, которые… Ну, чтобы я пойду у нас, скажу. Ну, в определенном мере, да, потому что собрать чемодан и ехать неизвестно куда. Неизвестно зачем, пояса хорошей жизни. Постой. Да, постой, да. То есть, вот это вот самая, то есть, одна из важнейших проблем, это миграция. Массовая миграция. Массовая миграция, которая может привести к тому… Которая может подорвать… Вообще, что же, поставить под вопросом существование какой-то национальности. Массовая, да, да. На существование вообще… Да, я считаю, что… А вот мы как-то с тобой разговаривали, вот давай обсудим тот вопрос, это вот миграция, и к чему она приводит. Вот, ты рассказал о тех, кто уехал, о тех, кто останется, что здесь ожидает. Вот миграция, у нас, например, сегодня 200 тысяч осталось там. Здесь остается, да, но территория что-то, территория остается. Что с территорией вот? Да, об этом, да. Ну, это тоже имеет ряд негативных последствий для тех, кто остался. Во-первых, у нас недостаточное население для какой-то активной экономической деятельности, да. Любой бизнес, любые проекты, любые программы, они в своих расчетах будут опираться на численность населения, да. Это, прежде всего, в вопросе, как товарооборот, в вопросе, там, рентабельности, доходности, да. То есть, когда маленькая численность населения, бизнесу иногда это не выгодно, да. Ну, это в части бизнеса. В части там, допустим, социальных вопросов. У нас для нашего численности очень большая территория. Когда мы уезжаем, бросаем свои села, населенные пункты, да, и эти земли, они постепенно же, они не пустуют, они заселяются. И заселяются кем? Вот взять хотя бы экономические факторы, да. У нас, рядом с нами, есть республика Дагестана, где самая большая численность населения на квадратный километр. 69 человек на квадратный километр. Территория меньше, соответственно. Территория меньше, ну... Территория меньше, ну... Территория меньше, да. У нас самая низкая численность населения, это 3,5 человека на квадратный километр, да. И огромное количество сельскохозяйственных земли, которая может использоваться как цель животного роста, так и растительного роста. И это уже в силу экономики, что там регион, где большая численность населения не хватает площадей, а рядом регион, где минимальная численность населения и огромные пустующие площади. Хочешь не хочешь, эти миграции населения будут. То есть наши земли будут заселяться выходцами Северного Кавказа. Я ничего не имею против народов, населяющих Северного Кавказа, но я хочу сказать так. У нас население основное, оно немного отличается. Во-первых, разность религий, разность менталитетов, хоть мы и веками живем. И не секрет, что в тех поселках, на тех территориях, где это все происходит, там идут стычки. И в силу разности менталитетов. Это может к чему привести, когда основная масса населения будет не калмыцкая, допустим, не только калмыцкая, но не коренного населения, а пришлого. То, соответственно, за ними придут и другие какие-то вопросы, связанные с их культурными, религиозными потребностями. То есть будет необходимо строительство каких-то религиозных объектов. Что может вызвать тоже здесь и конфликты, и споры. Не секрет, что у нас не раз поднимался вопрос о строительстве мечети. И строительство мечети, в принципе, я считаю, здесь может подрывать в мире спокойствие. Я резко против строительства каких-то культовых сооружений, которые могут здесь дестабилизировать обстановку, внести дисбаланс. Нам все-таки важно сохранить на территории республики тот клад, те ценности, которые здесь веками складывали. Традиции, да, а ислам, тем более тот радикальный ислам, который сейчас иногда проповедуется среди молодежи, все кавказцы, нам здесь не нужно. У нас калмыцкое население и так, хоть у нас и мало, но достаточно такое, мы очень резкие люди. Поэтому, если мы хотим сохранить баланс, если мы хотим сохранить спокойствие на нашей территории, то мечети здесь не нужны. Это одно. Второе. Республика, да, наш народ исторически всегда стоял на страже интересов России. Исторически. Ну и на границе стоим. С самого начала, мы стоим на границе не с северо-кавказскими республиками, мы находимся на границе с двухмиллиардным исламским миром. Там, где есть деньги, там, где есть радикальное течение, там, где есть терроризм. Поэтому это надо тоже не забывать, да. То, что происходит сейчас, когда в силу социально-экономических причин у нас идет отток населения, да, это большой риск вообще для России, потому что Калмыкия – это буфер, это последний оплот от того радикализма, который идет с Ближнего Востока на Кавказ. Если этот буфер сейчас ослабнет, исчезнет, а уже практически он исчезнет, да, то эти территории будут заселены нетолерантным населением, да. Я, может быть, это резко сказать, говорю, грубо, но я говорил это не раз и на уровне федеральных структур, когда возглавлял землячество, когда встречался в федеральном агентстве по делам национальности, в администрации президента. Это я свою точку зрения озвучил, и хочу сказать, она там была услышана. Ну, вот это очень ты глобальную тему затронул, да, это уже определенная геополитика, да? Ну, это не геополитика, это все взаимосвязано, почему? Если вот та ситуация, которая сложилась сейчас, это угроза не только для нас, это угроза вообще для России. Ближний Восток, вы что хотите сказать, там спокойно, мир, и люди заняты созидательным трудом, мы расставляемся, мы расставляем, те, кто уехали, расставлялись, а те, кто здесь расстались, ну, естественно, остаются, там, как правило, старики, да, дети, и, то есть, не смогут стать тем щитом, как ты говоришь, да, то есть, ну, естественно, мы здесь тоже могут расставиться, потому что мы отдадим территорию. Так же? Мы уже их отдали. Ну, если мы отдали, то что делает такая ситуация? Что ты, что делает республики, что делает руководство республики, что нам делает? Это вот мой ответ, почему я, допустим, критикую, там, прежние руководства, нынешние руководства, а я не вижу шагов, реальных шагов, которые направлены на изменение этой ситуации, да, мы стоим, как народ, на краю гибели, на краю физического вымирания, ассимиляции, уничтожения, да, все, что происходит сейчас с нашим народом, с ковнуками, я считаю, к моему мнению, это вообще тихий геноцид, нашу родину превратили в резервацию, нам осталось только на въезде табличку поменять и сделать каким-нибудь там автономным районом какой-нибудь область в индустрии, да, и все. Мы будем даже не регионом там самостоятельным, мы будем неким районом, на который захолустим, мы и так захолустим, да? А как ты думаешь, наши руководства понимают эту ситуацию, то есть руководство республики, а почему вот я, как вы говорите, я критикую, я не вижу приоритетов определенных, правильно, да, я вижу какие-то второстепенные шарахания, непонятные, вообще непонятные какие-то лозунги, да, какую-то некую пустую активность в соцсетях, да, но я не вижу четко определенных жестких приоритетов по отстаиванию интересов республики, да, нигде, ни в социально-экономической сфере, ни в кадровой политике, и поэтому я свою точку зрения высказываю. Нам уже, мне уже, честно говоря, надоело наблюдать, когда несут банально чушь. Это какое-то спросное, бесконечное соревнование, тупое, еще тупее, блин. Вот эта чушь, которая там несется, там, с высоких трудом, случайными людьми, которые там оказались у руководства республики, она уже привела к тому, что мы стоим на грани, на грани уничтожения. У нас нет ни пяти, ни десяти лет. За эти пять лет, грубо говоря, да, еще десятки тысяч верят, и все. Кто здесь останется? Вся молодежь, я вот многих знаю, которые пытались здесь цепляться, трудиться, что-то делать, активничать, да, они в отчаянии находятся, они в безвыходном ситуации находятся, не могут себя реализовать, да. Те бюджетники, какие тут за копейки еще там держатся за свои места, там, да, в бюджетных учреждениях, еще где-то, ну, им тоже не позавидуешь. Да, хорошо, конечно, жить дома, да, хорошо быть в окружении родных, но завтра у наших детей, у моих детей, да, у них не будет родины, поэтому для начала, да, я хотя бы хочу, чтобы основная масса нашего населения, мы, как сказать, не понимали ситуацию, поэтому мои оценки, мои суждения жесткие будут быть. Бескомпромиссные. Я вижу, что очень многие земляки сейчас просыпаются, очень многие понимают ту катастрофу, которая с нами происходит, да. У нас нету пяти лет ждать, когда случайный человек, оказавшийся в руководстве республики, полнеет или станет опытным, да. У нас нету времени наблюдать, как он будет самосовершенствоваться, там, да, становиться сильным, умным. У нас нету на это времени. Мы находимся в другой ситуации, нам надо выживать, как народу, да. И поэтому на месте тех людей, кто оказывается в руководстве республики, да, надо не забывать, что власть это не только, там, персональные машины, там, чинопочитание, там, еще какие-то блага, да, которые дает высокое должностное положение. Это еще и ответственность. Интересный народу, да. Да, это ответственность за тех земляков, за тех близких, да, от деятельности которых зависит их жизнь. Мы теряем родину. Хватит нам вот эту чушь нести про то, что там какие-то программы кто-то напишет и вдруг нам когда-то дадут деньги. Это все чушь. Хватит притаскивать к нам сюда каких-то грязных подонков с непонятно мутной репутацией, которые непонятно что делали в неподконтрольных территориях, где идет война, где идут смерти. У нас десятки тысяч земляков образованных, тысячи земляков, управленцев, которые сделали неплохую карьеру как на госслужбе, так и в бизнесе, так и в правоохранительной системе. Я многих знаю, я со многими сталкиваюсь, у меня гордость брала за таких земляков. У нас есть очень уважаемые люди, которые занимают, у которых есть знания, опыт, да, результаты деятельности которых можно увидеть и ощутить. А нам предлагают там понаблюдать за какими-то самовлюбленными персонажами, да, которые постоянно в чем-то пытаются совершенствоваться, да, там, в каких-то там, я не знаю, совсем не имеющих отношения к жизни республики, там, в вещах. Там, да, шоу-бизнес, там, физическая культура. Это чушь все. Тростепенная это все. Тростепенная чушь. Да, вот такой вопрос, да, извини, перебью. Ты сразу, я так помню, ты говорила о трапезнике, когда говорила о назначении непонятных. Вот тебя на фоне того, что ты нам рассказал про то, что ты возмутился, когда, возмущался раньше кадровой политикой, все, и Орлову, когда, да, посредством назначал тех людей. И ты слышал, что оскорбила в этой ситуации с трапезницей, по-моему, меня лично оскорбило то, что, как ты вернешься на назначение именно нашей столицы, главой нашей столицы. Знаешь, меня не то, что оскорбило, это просто унизило. Я скажу, почему. Ну, на том фоне, на той фоне безработицы, на том фоне, когда у нас сотни наших земляков, да, они, сделав карьеру на чужбине, они не могут принести пользу дома, здесь, родине, да, притаскивать непонятно откуда и непонятно, как оказавшегося здесь персонажа, у которого, ну, что мы видим, что у него какая-то понятная, прозрачная биография. Нет. Мы видим, что у него есть какие-то результаты, там, положительные. Нет. Когда нам говорят про то, что кто-то там видел, как там был восстановлен Донбасс, я хочу задать вопрос, а что Донбасс восстановленный, процветает? Там нет войны, смертей и крови? В отношении этого персонажа нет информации, что он там участвовал в каких-то там криминальных, каких-то бандитских разборках, каких-то распилах гуманитарной помощи, каких-то разборках с непонятными такими же персонажами. Они там все друг друга стоят. В смутные времена всегда появляются смутные личности. Только одни герои и патриоты, которые готовы умирать за свои идеалы, а вторые подонки, которые готовы на костях этих героев и патриотов жить и навариваться. Я хочу задать вопрос, в этой ситуации у нас более достойного, кроме как вот этого персонажа, даже не хочу его озвучивать, у нас не было других вариантов. Я понимаю мотивы назначения и почему он как здесь оказался, но это не снимает вопрос. Если человек берет на себя ответственность, он должен нести эту ответственность. Кого он тащит в наш дом? Каждый раз это уже длится не один год. Каждый раз к нам присылают каких-то непонятных варягов, которых ничего не связывают. Они завтра уезжают, они забывают про все эти колонки. То есть у них нет ответственности? Никакой. Я скажу почему, это не первый год, ситуация с этим персонажем, она была уже заложена давно. Я в свое время начинал свою карьеру, работая в системе Центрального банка, я работал в Национальном банке. В 2004 году к нам прислали, назначили варяга из Самары. Вот этот кадр, который к нам сюда назначили, он за 10 лет нахождения у руля, и после себя он оставил своего преемника. Когда они фактически находились 15 лет в руководстве банковской системы, они полностью развалили банковскую систему, они полностью развалили банковский надзор. У республики нет ни одного своего собственного банка. При них были ликвидированы остатки банковской системы собственной. Это калмыцкий банк, я сейчас расскажу почему. Это были калмыцкий банк, кредит банк, это был национально-клиринговый банк, у республики были собственные банки. У нас были филиалы, Росельхозбанк, Росбанк, Альфа-банк не был, Гринфилд-банк был, Сбербанк. Сейчас у нас даже Сбербанк, он имеет статус отделения, Росельхозбанк до пофиса. Не, не операционный офис. Операционный офис, Росбанк тоже там операционный офис, до пофиса. Но я хочу сказать, это не филиалы, это начиная там деятельность различается, у них запрещены какие-то операции расчетно-кассовые, им запрещены не самостоятельно, они в принятии решений по выдаче кредитов на более определенные суммы. Это экономически сковывает деятельность субъектов предпринимательской деятельности. И на этом фоне, я хочу сказать, это все привело к тому, что эти варяги, которые были в руководстве главного надзорного и органа-регулятора банковской системы, результат их деятельности это полный развал банковской системы. А почему? Потому что их ничего не связывало с Каныгией. Они завтра собрали чемодан, уехали, и им, и их детям никто не скажет, слушай, твой дядя там, или там, ты там, или твой папа там, или твой родственник, да, развалил, оставил без работы, оставил без средств к существованию. Не пристыдив. Да, им все равно. Они собрали чемодан, уехали. Поэтому я резко против. Я не хочу сказать, что все наши молодцы, но мы со своих спросим и спрашиваем. Никуда. Даже если они там раньше времени, не дай бог, умрут, то есть есть дети, есть родня, которым можно задать вопросы, которым будет стыдно. И вся вот эта политика кадровая, да, Сава, вот, я вот прихожу к этому груду, что опять же влияет на то, что в той же миграции платили территории, то есть вы в итоге, в конце, правильно же? Миграция – это следствие. Ну да, следствие. Причина – это вот социально-экономическая катастрофа. Что нам делать, по-твоему мнению? Как я, да, я сейчас скажу, мое мнение, да, на сегодня пока население поднялось, да, активная часть населения поднялась, мы можем что-то сказать, здесь есть такие люди, да, например. Я думаю, необходимо садиться на диалог, именно связь в конструктивный диалог, чтобы в общих интересах какую-то программу вырабатывать, договариваться идти. Сносить просто, ну, действительно, говорит, убирать Хасикова, что-то делать. Мне кажется, смыслом не нет, и диалог имеет место быть тогда, когда есть с кем-то в бой вести. То есть есть люди, которые реально не на словах, а на деле готовы к диалогу, у которых есть понимание того, что действительно надо как-то с обществом разговаривать. Кто бы это сделал, и я бы. То есть на словах-то готовы вести с вами диалог, там, встретиться. Был уже. Да, был диалог, и к чему он привел, и к чему диалог. То есть это вы не вся часть общества были, вы просто были активисты, ну, там, молодежные. Понятно. А есть люди там чуть старше, там. Нет, я имею в виду всем садиться и как-то что-то вырабатывать. Понятно. Я вот в чем вижу. Да, не имею в виду только ввести. Нет, нет, в первую очередь диалог – это уже второй шаг. Первый шаг для того, чтобы ситуация начала меняться, да, надо как можно большему числу наших земляков понять реальность ситуации, понять корень проблем, не причины. Да, вникнуть, да, хватит жить в каких-то иллюзиях, хватит верить в какую-то непонятную чушь, уже нет времени для этого, да. То есть чем больше таких людей будет, которые реально осознают ту катастрофу, которая сейчас происходит, тем быстрее мы поймем, что нам нужно менять, нам надо брать ситуацию в свои руки. Да, это тяжело, да, это практически невозможно. Почему? Потому что в существующей системе нас лишили почти всех прав, нас лишили прав, нас лишили выбора, нас лишили возможности хоть как-то участвовать в этих процессах и влиять, и там чрезвычайно контролировать. Да, то есть, да, нам остался какой-то гражданский протест, да, но гражданские активисты сталкиваются с беспредельным административным прессингом, шельмованием, идет война каких-то непонятных, вот, да, грязных, применяются грязные медно-информационные политики, да. Мы здесь все, как бы, на виду, вот, меня часто там говорят, Сава, зачем ты так жестко там высказываешься, но я высказываю, я сам от себя высказываю, я не прячусь, я там на своей странице могу что-то высказать, да. Я стараюсь обосновать, я голословно не говорю, он дура, я говорю, почему, я так считаю, да. Поэтому диалог в данном случае, да, когда он ведется как, либо с молчаливым там меньшинством, которое на все согласно, да, который там либо задавлен, либо где-то пристроен, который не проявляет там свою позицию, да, Либо пытаться вести диалог с позицией силы, я начальник, ты дурак, но это не диалог. Да, нам надо, в силу того, что мы маленький народ, у нас маленькое общество, маленькая республика, всем слоям, там, что во власти, что не во власти, нам надо как-то садиться, и независимо от того, как мы относимся друг к другу, негативно там, либо позитивно, да, ну, надо садиться и разговаривать, хотя бы понять корень проблем. Потому что на кону дальнейшее... На кону вообще вопрос выживания нашего народа, да, у нас нету больше времени, я считаю, что если продолжится такая же миграция и отток населения, то республики уже сейчас нету, есть резервации. Без воды, без света, без источников энергии, без нормальных рабочих мест, без нормальных условий для бизнеса, без нормальных условий для развития, да, это огромная пустыня и огромная территория, которая будет заселена совсем не толерантно на строительное население. Поэтому катастрофу надо... Надо сейчас вот хотя бы, стоя на краю пропасть, понять, что дальше пропасть, дальше медлить нельзя. Поэтому мнение такое, да, диалог нужен, но диалог нужен разный. Я за диалог, я готов сам разговаривать, я готов помочь, я знаю многих земляков, как в Москве, ну, я с разными людьми общаюсь, с разных возрастных групп, как молодежь, так и постарше. Со своей точки зрения я готов способствовать этому диалогу, я знаю многих лиц во власти, знаю, лично знаю, поэтому диалог нужен. Я считаю, что тоже, да, надо разговаривать, потому что у нас цели-то одни, у них благородные, у нас благородные. Ну, это все слова. Ну, да. Мы должны просто сесть и понять реальность ситуации, понять масштаб проблем и понять, что как бы тяжело нам не было, да, но если мы хотим выжить, если мы хотим для наших детей сохранить нашу родину, да, нам надо действовать, нам надо ставить приоритеты. В той ситуации, в которой мы находимся, да, ждать, что когда-то что-то там изменится, придет там какой-то новый руководитель, и он будет более там лучше к нам относиться, а если не придет, а если не будет. А что мы не будем ждать? Мы и так прождали тут 27 лет. Мы потеряли эти 27 лет. Вообще потеряли. Безвозвратно. И с ними потеряли десятки тысяч своих земляков, которые просто не дожди. Здесь я с тобой согласен. Вот, ну, завершаем, что ты посоветуешь в данной ситуации, как и нам, атеистам, как и власти, как и сторонникам, как и тем людям, которые молчат. Что я посоветую. На мой взгляд, самая главная вещь, которую ты сказал, что мы должны вникнуть, разобраться в ситуации и понять вообще глубину эту проблему, мне кажется, вот это мы должны изучить. Но прежде чем начать лечение, надо поставить правильный диагноз. То есть, как бы нам тяжело всем не было, как бы мы друг к другу негативно не относились, нам надо понять реальность той катастрофы, которая в республике. Нам надо все-таки всем вместе уже что-то начинать делать. Нам надо уже не заниматься там ожиданиями чудес, нам надо не заниматься там тем, что там рассказывают сказки и басни про то, что там разработается некая социально-экономическая программа развития или некий индивидуальный план. Или кто-то станет там совершеннее, сильнее и красивее в Инстаграме, надо садиться и реально заниматься экономикой, заниматься политикой, заниматься социальной сферой. У нас есть ресурсы, у нас есть нефтегазовый сектор, у нас есть огромные там земельные территории, у нас есть вопросы, которые надо реально решать, у нас есть кадры. Не надо нам на словах рассказывать, клятвы богатырей, что сделают все для того, чтобы вернуть наших земляков. Надо реально делать, хватит нести чушь, хватит болтать, нужны реальные шаги. Земляки уже устали ждать, устали слушать, ждать и верить. Никто уже слушать, ждать и верить не будет, требовать, да, жестко требовать, да. Со своей стороны я что хочу сказать. Я как профессионал, да, я человек, который поработал и в банковской сфере, и в консалтинге, и на производстве. Я понимаю эти процессы, я вижу, я... Ну, давайте телегу впереди лошади ставить не будем, да. Первое, это перестанем нести чушь и сказки рассказывать, а второе, перестанем ставить телегу впереди лошади. Нам нужны правильные приоритеты в экономике, в политике, в социальной сфере. Когда эти приоритеты будут расставлены, все встанет на свои места, когда будут реальные шаги, когда будут реальные действия. Даже такие оппозиционеры, которые негативно высказываются, такие, как я, поддержат и встанут рядом, и будут помогать без всяких лишних слов и лозунгов. Ты готов работать на благо своего? Да я не то, что готов работать, блин, я не прошусь никуда, я хочу помочь, хочу изменить там, да, я... Как энтузиаст, экпатриот, как карамон? Мне не нужна там какая-то должность там высокая, да, у меня нормально все, я себе обеспечил уровень жизни такой, что я могу жить независимо от идиота. Не, ну это понятно, просто ты готов, чтобы, готов помочь из публики, да, как профессионал, увидеть там, подсказать где-то, что-то, ну и я пока ничего этого не вижу. Есть еще какие-то, что повторять нашим подписчикам, жителям Ромыкина? Даже не знаю, что сказать, но скажу от себя, не хочу общими фразами говорить. Земляки, в той ситуации, в которой мы находимся, да, не надо надеяться ни на кого, не надо никому верить, да, надо, если мы хотим, чтобы у нас было будущее, надо бороться за свои права. Если мы выбрали путь борьбы за свои права, за свое будущее, надо быть готовым ко всему, да, то есть у нас уже нет времени для того, чтобы ждать чудес, поэтому, халенгут урала, по крайней мере, я выбрал для себя такой путь. Ну, это был Салат Бекинов, дорогие друзья, представитель московского коммунистского мячица. Спасибо, Хармин. Сверхн, сверхн, да, надо побуждаться.